В этом году на юге Франции приближение выходных, знаете, как можно определить? Нет, не смотреть в календарь, а просто выйти на улицу. И если ветер, дождь, снег, вот такие вот тучи, это значит, что завтра суббота. Субтитры сделал DimaTorzok Я сегодня встала немного пораньше, где-то, ну, за полчасика. В общем, мне этого времени хватит, чтобы приготовить пирог, и потом я поеду на свои занятия. Это пирог шарлотка. Он очень простой, и если вы не знаете его рецепт, то я быстренько вам расскажу. Нужно будет 3 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, стакан обычного сахара, но я всегда кладу только полстакана, поскольку стараюсь сахар использовать по минимуму. Затем стакан или полтора стакана муки, пакетик разрыхлителя и яблочки или груши. Я сегодня буду миксовать. У меня будут и груши, и яблоки. И, в общем, все вот это яйца взбиваете с сахаром, с ванилином, добавляете порошок, разрыхлитель или соду, гашеную уксусом, муку, яблочки режем, все это перемешиваем и ставим в духовку на полчасика при 180-185 градусов. В общем, я сейчас все это заделаю, затем поставлю в духовку и поеду на занятия, потому что сегодня в обед, у меня сегодня полдня только занятия, Наташа в пятницу также работает только полдня, и сегодня у нас будет такой обед между нами девочками. За окном у нас темным-темно, в общем, с минуты на минуту начнется дождь. Ну вот наша красотка кушать пришла, да, моя хорошая. Тихонечко водичку пьет. Стала она у нас прячется сейчас, ну, после перепуга такого. Так, или в Артуровой комнате спит, или в ящике, где я Миленкины вещи храню. В общем, в шкафу или у Артура. Самые безопасные места, да. Тихонечко, лапочка. Вот видите, сразу боится, уходит. Так, по мере возможности, буду в каждом видео отвечать на ваши вопросы и на ваши просьбы показать там те или иные продукты питания, минеральные добавки, сиропы, соусы, сахар, муку, крахмал. Ну, в общем, девчонки, все то, о чем вы меня просите. В каждом влоговом видео будет вот такая вот рубрика. Итак, сегодня я выполняю просьбу своей подписчицы, которая меня просила показать, какие минералы, витамины и добавки я использую на сегодняшний день. Итак, что я принимаю? Ну, вот этот вот витамин, вернее, вот этот вот минерал и вот этот вот комплекс я принимаю постоянно. Это магний с витамином В6. Это прекрасное средство, чтобы снизить давление, нормализовать сон, чтобы быть спокойным, чтобы у вас не было судорог по ночам. Ну, минерал прекрасный, и при его нехватке мы испытываем неприятные такие проблемы. Дальше вот этот вот комплекс, я его уже показывала, я заканчиваю его принимать. Это комплекс для улучшения роста волос, укрепления волос и ногтей. Средство великолепное. У меня есть фото в Инстаграм. Также вы можете смотреть, показываю близко, чтобы, если кому интересно, можете купить. Я его рекомендую, мне очень нравится. Из всего, что я пробовала, это средство замечательное. Вот это средство я использую для снижения холестерина и сахара в крови. Я о нем уже много-много-много раз рассказывала. Опять же, повторяю, это не реклама. Покупаю я все за свои деньги. Так, и мультивитамины. Мультивитамины я принимаю периодами. Так же, как и вот это вот средство. Вот это средство один раз, три месяца в год вы принимаете один раз в год. И потом года два-три у вас и волосы растут хорошо, и ногти очень крепкие. Так, следующий это комплекс витаминов. Бион-3. И я его принимала когда? Осенью. И сейчас вот опять купила баночку. Прямую весной два раза в год я принимаю. Ровно месяц. Баночка рассчитана на 30-дневный прием. Так, вот это вот средство. Это L-карнитин, я думаю. Для людей, кто занимается спортом, это вещь знакома. Вы выпиваете стаканчик с вот такой вот, ну, доза получается. Вот это вот крышечка, стакан воды за полчаса перед занятиями спорта. И это помогает разогреть, как бы, ваш организм. И спортивные занятия проходят с большим эффектом. Затем, это концентрированный лимонный сок. Я по утрам иногда пью теплую воду с лимонным соком. Не часто. Поскольку это не есть хорошо для людей, у кого предрасположенность к гастриту или повышенная кислотность. Но иногда это очень даже полезно. Иногда я использую свежие лимоны. Иногда я использую вот такой вот лимонный сок. Он ничем не хуже. Затем из Украины привезла вот такой вот сироп с плодами шиповника. Также принимаю его или в виде напитка, или же немножечко добавляю на дюкановские блинчики. С вот этим сиропом делаю то же самое. Напиток, вернее, не делаю, но на блинчики. Когда очень-очень-очень хочется сладенького, это кленовый сироп. И тоже я его понемножечку использую. Ну вот на сегодняшний день, в принципе, все, что я принимаю. Привет! У нас с Наташей сегодня девичник. И вот такую прелесть мы будем сегодня поедать. Если вы тоже обедаете, то приятного аппетита. Наташа пришла со школы и покажи, что ты сегодня делала и что ты принесла. Она рисовала. А вот это что у тебя в ручке такое? Зайчик, да. А что там у зайчика? Это такая корзинка, да? И что там? Ты застеснялась, да? Да, шоколадные яйца. Это не в школе вот такие вот. Давай, покажи маме корзинку, дай. Делали сами вот такие вот кошелочки. И потом собирали вот там вот внутри шоколадные яйца. Вообще класс! Дети были заняты, в общем, и готовили. О, ну это у нас был в школе карнавал, да? Эмилена, что это за маска у тебя? Ты кто была? Это кто? Ты кто была? Клоун. Да, клоун. Вот такой веселый, с такими вот красивыми косичками, да? Да. Да? Ладно, пойдем будем кушать, готовить. У меня сегодня такой удачный день. В общем, мы сегодня договаривались с Наташей пообедать совместно. И у нас, как назло, такой был проливной дождь. В общем, мы созвонились. Я говорю, ты знаешь, я не знаю, успею ли приехать домой, чтобы что-то приготовить. Она говорит, не волнуйся, не переживай. Я уже позаботилась. В общем, она заказала суши. И сходила, в общем, я под дождем не промокла и практически ничего не готовила. Пирог испекся сам. Я приехала, духовка у меня автоматически по истечении времени выпекание отключается сама и потом остывает. В общем, можно перед тем, как уходишь, ставить все и идти на работу и куда хочешь. И только что пришли с Миленкой со школы. Я говорю, доченька, сейчас будем что-то готовить на ужин. Ну, представляете, мужу звонил и говорит, ты ни о чем не беспокойся. В общем, ничего не готовь. Я заказал карпаччо. Так что у меня сейчас есть время, чтобы... Ой, да где-то надо приматиться. И у меня сейчас есть время, чтобы немножко передохнуть. Ой, как же я люблю пятницу вообще. Даже мне она больше нравится, наверное, чем суббота или воскресенье. Я сейчас, знаете, смотрю такой жуткий фильм. Ну, просто какой-то ужас. Когда закончила пересматривать все, что вы мне насоветовали. В общем, решила самостоятельно поискать какие-то фильмы, какие-то сериалы. В общем, ну, зацепилась за сериал. Я думаю, что, наверное, многие из вас его уже посмотрели или смотрели. Называется он «Кровавая барыня». И, ну, настолько тяжелый фильм, настолько жуткий, настолько неприятный, настолько такой какой-то грязный. Столько там всего. Я люблю исторические фильмы. Начнем с того. И люблю читать. Также, вот, к примеру, Салтыкова «Щедрина». Мне очень нравится его «Пашихонская старина». Я уже миллион раз перечитывала эту книгу. И, наверное, еще один миллион у меня впереди. И фильм, который... Ну, я, конечно, в школе мы все изучали эту Салтычиху. Все более-менее знакомы, какой она была. Но я даже не представляла, насколько можно вот снять фильм, чтобы он... Ну, мурашки по коже. Особенно вот детские роли. Дети играют настолько бесподобно, что я в восторге. Досматриваю. Я уже на какой? 14 или 15 серии. Это, наверное, заключительные. Честно сказать, смотреть не советую. Потому что смотреть-то получается всегда уже поздно вечером, а то и практически ночью. И потом я все вот это в голове перевариваю, уснуть не могу. Ну, в общем, это не для таких вот сентиментальных, наверное, людей, не для таких вот, которые все слишком близко принимают к сердцу. Я понимаю, что это фильм, я понимаю, что там какие-то моменты были из жизни реальные взяты, что-то приукрашено, плюс вот эти все спецэффекты. Но факт остается фактом, что иногда мы даже как-то... Вот когда ты читаешь, то ты не задумываешься. Ты вот... Те вещи, которые как бы тебе неприятны, которые твой мозг отторгает, ты не визуализируешь их, когда ты читаешь книгу. Но когда ты видишь фильм, смотришь фильм, то, естественно, глаза не закроешь. И, в общем, все вот эти сцены, конечно, неприятные. Не бросаю смотреть. Смотрится, конечно, тяжеловато, но интересно, интересно. И, конечно, нужно отдать должное актерам, играют великолепно. Я что еще сейчас хочу... Давайте немножко на другую тему. Что еще хочу показать? У меня начинаю я... Начинает у нас теплить, как видите, мы уже в майках ходим. И начинаю я приводить свою террасу на летний период. Я люблю, когда у меня здесь много цветов, когда все красиво. Потому что, начиная где-то с апреля, с мая, мы и обедаем, если есть такая возможность, выходные дни. И, естественно, практически всегда ужинаем на террасе. И, представляете, несколько лет подряд я... Про цветы лилии сейчас хочу сказать. Я выкапывала вот эти луковицы. Мне советовали, что их надо в темном месте держать, там, в такой влажной земле. И, что я только с ними не делала, за зиму эти луковицы погибали. И, естественно, весной у меня ничего не было. В этом году я их просто поставила. И помните, снег какой был. Я даже... Ну, не все вот эти вот стебли их пообрезала. И вышла я доставать. Хотела из этих горшков землю забрать. И, значит, в большой горшок, который я купила, наполнить. И смотрите, что я вам сейчас покажу. Какие у меня красивые лилии. Смотрите уже, какие ростки они дали. Они мне там в углу стояли, короче, спрятанные. Я их даже не наблюдала. Вот они не по дням, а по часам прям растут. И вот, девчонки, спасибо огромное за советы по мяте. Мята у меня уже тоже проклюнулась. Так, ну что. Пойду я, хоть готовить не буду, но пойду разберу свои учебники. И подготовлю тарелочки. И все такое. Всем спасибо, что вы были сегодня со мной. Приятных выходных. И до скорой встречи в моем новом видео на моем канале. Пока-пока. Пока-пока.